Друзья, всем огромный привет! Меня зовут Фил, это канал Честный Блог, а это, друзья, iPhone 14 Pro. Сегодня мы его сравним с одним из самых крутых смартфонов, который умеет точно делать кайфовые фото и снимать видео, это Pixel 6 Pro. В общем, друзья, мы сегодня посмотрим, как снимается 4K, посмотрим, как работает стабилизация, посмотрим, как работает Action Mode, потому что и на Pixel, и на iPhone есть эта специальная опция Action Mode, но на Pixel она уже была, на iPhone не появилась. Сейчас посмотрим, как снимаются портретики, телевички и так далее, и так далее. В общем, будет интересно, а самое главное, честно, потому что канал Честный Блог меня зовут Фил. Погнали! Кстати, друзья, есть возможность выиграть 14 iPhone прямо сейчас. Все, что нужно, это перейти вниз по ссылочке, потому что там в телеграм-канал моего товарища пользы нет. Он разыгрывает 14 iPhone, поэтому, если хотите, очень легко взять его и выиграть, просто вниз переходите. Мало того, в телеграм-канал пользы нет, это, соответственно, прикольные цены на Алиэкспрессе, прикольные цены на Яндекс.Маркете. Если вы хотите купить, не знаю, там, Mi 11 Ultra за 35 тысяч или, может быть, OnePlus 10 Pro за 38 тысяч, у него вот такие крутые цены в его телеграм-канале, так что ссылочка внизу. Вообще, мы сегодня с вами посмотрим на очень многие моменты, как снимают эти камеры. Я вам расскажу о минусах и плюсах. Безусловно, у 14 iPhone Pro появились новые плюсы, и еще у меня есть дополнительное видео. Во-первых, видео сравнение с Galaxy S22 Ultra, и вот здесь есть ссылочка, переходите, посмотрите. А еще есть сравнение с iPhone 13 Pro. Вот, прямо сейчас тоже появляется ссылочка. Потом перейдите, взять и посмотрите. Это очень интересно, особенно посмотреть, насколько 14 Pro стал класснее снимать, чем 13 Pro. И небольшой спойлер, там не все так радужно, хотя нет, у компании Apple как раз не все радужно. Кстати, я сейчас включил киноэффекты, видите, что есть определенные размытия. И Apple, и Samsung, и, кстати, Xiaomi делают такие видосы и, в принципе, развиваются неплохо. И уже прямо хорошо отрабатываются края и так далее, и так далее. Когда мы снимаем на телевичок с перекратным включением похуже, когда мы снимаем на основную камеру получше. Пиксель этого делать не умеет. В общем, друзья, мы сегодня на все эти моменты вас смотрим. Кстати, еще один момент. Если вы хотите прямо сейчас приобрести айфоны, пиксели, Samsung на Send Ergon, обращайтесь к моим друзьям, компания Cypics. Я внизу оставляю ссылку. Переходите, посмотрите, у них классные цены. Доставка пара дней, и у вас уже будет кайфовый девайс по хорошей цене. Так что, welcome. Итак, давайте смотреть. Это 4K, 60 кадров в секунду у нас в вечернее время. Пока еще достаточно много солнца, но уже есть закат. И мы с вами можем посмотреть, как у нас есть с динамическим диапазоном. Сейчас вообще мы снимаем 4K, поэтому у нас будет не очень стабильная картинка. Но, по крайней мере, не такая, как на Full HD. Кстати, видно, что чуть более контрастная картинка на пиксели. Вот я уже это заметил. Но давайте смотреть прямо сейчас, например, вдаль и на стабилизацию. Во-первых, мне кажется, пиксель стабильнее. На айфоне я вижу, как немножечко шаги отражается. Вторых, сейчас смотрите на небо. Давайте посмотрим, какой из смартфонов быстрее проявит небо. Так, уже немножко начал проявляться айфон. Пошел пиксель, и у него более такое темное небо получается. И он до более... Раз. Вот смотрим, да, еще раз. У нас более зеленая трава на пиксели, более насыщенная. На айфоне чуть-чуть она светловато. И на самом деле, по жизни, трава все-таки более зеленая, нежели такая светловатая на айфоне. Я уже это отмечал. Сейчас мы с вами будем смотреть на закат, потому что он... Оба смартфона, смотрите, особенно не могут ничего с ним сделать, с учетом того, что айфон вообще умеет нормально отображать яркие объекты. Но здесь не получается ни у айфона, ни у пикселя. Оба смартфона засвечивают эту зону, хотя взглядом человеческим ее можно так или иначе наблюдать. Телевички. Четырехкратное увеличение на пиксели и трехкратное увеличение на айфоне. Ну, вот смотрите, как телевичок на пиксели хорошо справляется. Он, правда, делает очень темную картинку, да, то есть он понижает экспозицию. За счет этого у нас и солнце не засвечено, все остальное темное. А на айфоне такого нет. Держит картинку на том же уровне яркости, но при этом и не может избежать засветов. Перемещаемся в вечернее время. Это Full HD 30 кадров в секунду. Здесь у нас будет много ярких объектов. Мы будем смотреть, как отрабатывают оба смартфона. Опять же, чуть более контрастная картинка на пиксели. Видите, цвета такие чуть более насыщенные. При этом оба смартфона, опять же, не могут справиться с яркими объектами и оба их засвечивают. Вот сейчас стоит посмотреть на эти колонны. Видите, у нас засветы есть и на том, и на другом. Но картинка такая чуть более приятная на пиксели. Хотя мы знаем, что на пиксели будут, кстати, и шумы, но это в темных условиях. Вот сейчас тоже посмотрите. Если на дерево, оно тоже такое более насыщенное на пиксели. Если смотреть на блики, они есть на обоих смартфонах. Засветы есть и на пиксели, и на айфоне, вот на этой колонне. Сейчас мы подходим к двум тестовым зонам. Первая это вот этот дальний экран, который одинаково выглядит на обоих смартфонах. И вот сейчас вторая тестовая зона, это вот этот магазин велосипедов, где мы смотрим на яркие объекты, яркие надписи неоновые. Чуть поинтереснее справляется с ними пиксель, наверное. Да, айфон, видите, немножечко такое засвечивает. Я вот сейчас обращу ваше внимание на небо. Посмотрите на небо. Посмотрите, какое количество шумов на пиксели. Просто. Если на айфоне все спокойно, то на пиксели все просто в шумах. Заходим еще в одну тестовую зону, где можно посмотреть, насколько хорошо отображаются разноцветные, яркие объекты во время ночной съемки. Также продолжаем смотреть на большое количество шумов, которые вылезают на небе, когда мы снимаем на пиксели. Но смотрите, пиксель вот прямо как будто бы на пиксели добавлена красочность. То есть он более яркий, более симпатичный. И вот сейчас мы опять же начинаем видеть шумы на небе, которых нету на айфоне. Идет дождь. Время практически 2 часа ночи. Я для вас все это дело снимаю, потому что мне интересно. Я надеюсь, что вам тоже. Кстати, если посмотрите на песок, то он немножечко отдает такой голубым, таким свечением немножечко, да, на айфоне. Такого, честно говоря, я не вижу. Ну вот сейчас мы с вами гуляем по ночному Санкт-Петербургу. Красивые. Это центр Питера. И опять же у нас более красочная, более контрастная картинка на пиксели. Пьедестал у нас такой более коричневый. Больше видны желтые цвета. Прикольно, красиво. При этом опять же у нас есть большое количество бликов. У нас есть засветы. Это видно на небе. Те же самые шумы, которые нас не оставляют, они также есть. И вы можете видеть, периодически чувствуются шаги на видео. Когда мы идем, видны шаги. Причем видны как на одном телефоне, так и на другом. Вокруг, конечно, у нас желтые объекты. И пиксель с этой желтизной ничего не делает. Айфон немножко борется с этой желтизной, делая более такую холодную картинку, но при этом давая больше разных оттенков. Это у нас уже сверхширокоугольная камера. Здесь мы что видим? Видим, во-первых, не очень хорошую детализацию на пиксели. Мы видим засветы на пиксели. На айфоне этих засветов нет. Также я вижу менее стабильную картинку на пиксели. Видите, я шагаю и немножечко все подергивается на пиксели. На айфоне все более стабильно. Помните еще раз, как несколько лет назад, когда появился на айфоне шире, все говорили, что он не очень. А в итоге он оказывается очень хороший. Посмотрите, какие засветы на пиксели. Здание очень засвечены, а на айфоне этого нет. Да, айфон просто красавчик. Сверхширокоугольная камера работает просто великолепно. И вот эти все яркие объекты, с которыми не справляется ни пиксель, ни Galaxy S22 Ultra не справляется. Может быть, стоит сделать сравнение с Xiaomi 12 Ultra? Как вам кажется? Может быть, Xiaomi здесь справится, потому что ни Samsung и ни Pixel в этой ситуации не справляется. Айфон молодцом. Смотрим, как снимает телевичок на айфоне и на пиксели. На пиксели шикарно. Смотрите, как классно. Как много деталей на пиксели по сравнению с айфоном. Samsung в этой категории у нас показал себя, ну, скажем так, среднее. На айфоне, кстати, вот смотрите, у нас фокус куда теряется. Не раз я уже замечал, что на айфоне теряется фокус. Ну да, тут чего говорить. Пиксель прямо отлично. Ровно так же, только в другую сторону, айфон снимал лучше на сверхшире по сравнению с пикселями. Ну и теперь режим экшен, который появился на айфоне, а на пиксели и самсунгах он уже был давно. Мы смотрим сейчас на картинку. Насколько она стабильна. Посмотрите, кстати, кроп на пиксели. Да, видите, картинка не такая маленькая. Соответственно, углы все обрезаются. И я бы сказал, что, ну, мне, наверное, больше нравится картинка на айфоне. По стабилизации, кстати, очень близко. Оба хорошо отрабатывают. На самсунге, например, когда я бежал, были видны шаги, а здесь этого не видно. Но на айфоне чуть выше детализация. Все лучше происходит. И мне больше нравится картинка на айфоне. Ну, в целом, друзья, что можно сказать? Дневная съемка очень близка. Безусловно, там сложно найти победителя. И 4K оба хорошо снимают. И стабилизацию хорошо отрабатывают. Сверхширик оказался гораздо лучше на айфоне. А телевичок оказался гораздо лучше на пикселе. По крайней мере, мне так показалось. В ночной съемке не сказать, что есть прямо явный победитель. Потому что айфон снимает более такую спокойную картинку. А пиксель ее делает чуть более насыщенной. Но при этом на пикселе у нас есть, к сожалению, шумы. И они очень портят картинку. А на айфоне таких нет. При этом айфон очень круто отрабатывает светлые объекты. Вы это видели? Особенно на сверхширике. И вообще просто фантастика. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам кажется, айфон или пиксель был интереснее по видео. Ну а мы сейчас переходим с вами к самому горячему. Это, конечно же, фотосравнение. Полное фотосравнение. И вот, друзья, давайте изучать эти фотографии. Оба смартфона претендуют на то, чтобы быть лучшим в своем классе. Но те, кто пользуется пикселями, они вообще думают, что они самые избранные. Их смартфон сам лучше. Те, кто пользуются айфонами, они считают, что айфоны самые лучшие. Я сделал большое количество фотографий. Как всегда, посмотрите днем и ночью, и портретики. И телевичок, и все остальное. Давайте разбираться. С вас, конечно же, лайк за мои старания. И давайте начнем с фотографии людей. Потому что мы чаще всего фотографируем людей. Итак, первая фотография. Это основная камера. На айфоне включен портретный режим. На пикселе нельзя сделать фотографию на основную камеру в портретном режиме без увеличения. Ну а когда мы делаем увеличение, тогда немножко уменьшаются детали. Поэтому здесь просто фотография. Сразу видно, что на айфоне чуть более такое все цветное и желтенькое. Особенно если посмотреть вот на эту надпись. Смотрите, она желтая. На пикселе, честно говоря, все серенькое. И лицо серенькое. И вообще все, все в принципе такое более сдержанное. Я бы сказал так. Мне, конечно, больше нравятся вот такие цвета. Потому что они как-то ближе к реальности. На пикселе все немножечко серенькое. Если говорить про детализацию, то детализация очень близка. Но вот здесь по кофте мы увидим вот что. Пиксель все-таки немножко больше выделяет фактуру кофты. А айфон, видите, даже немножечко порой и засвечивает. Вот здесь, видите, пропадает фактура кофты. Но пиксель тоже, честно говоря, не идеален. Вот здесь тоже пропадает фактура кофты. Вот здесь, видите, тоже пиксель не очень. А айфон тут выделяет что-то. Так что подетальнее я бы сказал, что очень близко. Дальше делаем фотографии на телевичок. На айфоне опять. С трехкратным увеличением можно включить размытие заднего фона. Пиксель не умеет делать фотографии в портретном режиме на телевичок. но при этом на пиксель на самом деле есть какое-никакое оптическое размытие поэтому нас есть и передний план и задний ну что здесь ситуация ровно такая же пиксель опять делает более серую фотографию iphone немножечко украшает чуть-чуть добавляет желтизны я бы сказал что придает немножко живости вот мне вообще нравится здесь детализация на пиксели посмотрите она такая более конкретно если посмотреть на волосы на айфоне они уже немножко начинают рассыпаться на пиксели этого нету но при этом цвета все-таки мне честно говоря ближе как на айфоне чем на пиксели слишком уж пиксели серенькие если смотрим на детали кофты то ну честно говоря вот здесь например вот если здесь смотреть детали на айфоне видны она пикселей а не вот тут уже съеден и куда то так что по деталям я сказала что близко близко и . еще одна фотография тоже на трекратную увеличение на айфоне 4-кратное увеличения на пиксели опять же на пикселей у нас размытия оптическое а на айфоне но программное именно потому что у нас программ на размытие у нас вот так вот не очень хорошо обрезаются волосы на iphone и по-другому он делать не умеет на пиксели у нас нету никакого размытия программного поэтому у нас оптическое размытие волосы получается очень красивый если посмотреть на детали болин очень хорошо посмотрите как на пиксели все круто выглядит четырехкратное увеличение на пиксели честно говоря очень 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 до цвет может быть немножечко естественный и немножечко приглушенный на айфоне он чуть более жизнерадостный но детализации смотрите очень круто еще пиксель здесь красавчик iphone еще посмотрите руку так размыл честно говоря ну мог бы это сделать как-то поприличнее еще одна фотография все ровно то же самое на пиксель чуть более блеклые цвета на айфоне чуть более светлые жизнерадостные цвета опять же iphone не может справиться с этой яркой кофты поэтому у нас уходит здесь какие-то все засветы на пикселей этих моментов нету по деталям опять же все очень очень близко но тут iphone косячит немножко еще одна фотография трехкратное учение против четырехкратного увеличения здесь мне опять же больше нравятся цвета на айфоне чуть более они жизнерадостные хотя здесь вот такой большой разницы нету как с прошлыми разами и вот здесь кстати на пиксели уже не сказать что какая-то детализация сильно хорошая я рассказал что тут на айфоне даже как будто бы детализация получше до точно посмотрите вот на этот манжет вот какой он на айфоне видно все она пиксели он уже съеденный да здесь точно iphone по деталям лучше хотя только что у нас была фотография где был пиксель с четырехкратным лечением лучше чем трехкратный на айфоне еще одно трехкратный на айфоне четырехкратный на пиксели здесь iphone честно говоря начал как-то не очень правильно обрабатывать лицо посмотрите на стал во-первых бронзовым каким-то а вторых она становится как будто бы старше то есть из-за вот этих цветов которые сейчас применяет iphone вот именно здесь получается не очень хорошо пиксель делает более розовую картинку она мне больше нравится по деталям я могу сказать что вот по лицу я не могу определить какой лучше хотя вот дерево мне больше нравится на айфоне чем на пиксель давайте ниже опустимся здесь смотрим на манжетики но более естественная код все-таки на айфоне мне кажется если я не прав скажите пожалуйста но по моему вот посмотрите как прямо видны как бы ниточки все хорошо на пиксели и что-то все такое уже не стал немножечко пиксельная еще один портрет смотрите как на hdr iphone вытягивает объект у нас сзади достаточно светлый фон и поэтому передний объект у нас становится темным так вот он на пиксель и остается темным а на айфоне он вытягивается мне больше нравится как все вытянуто на айфоне мне кажется что пиксель тоже мог бы так делать при том что раньше на самом деле пиксель очень сильно вытягивал передний план сейчас почему-то нет и опять же приглушенные тона а на айфоне все такое более светлое в общем мне кажется поправьте меня девочкам должны нравиться более вот такие светлые фотографии парням возможно как разки нравится более серые фотографии девчонки напишите пожалуйста вам вот больше нравится какой вариант когда фотография такая более жизнерадостная как на его не или такая приглушенная как на пикселя еще один портреть k5 трехкратное на айфоне четырехкратное на пиксели если мы хотим кстати сделать размытие задний фон на пиксели то это надо идти в google фото и обрабатывать фотографию сам пиксель не может просто так взять и размыть задний фон с четырехкратным увеличением но тут кстати больше деталей на айфоне видите на пиксели вообще даже не видно из чего шапка сделана а на айфоне видно фактура шапки вообще отсутствует да может быть на iphone чуть побольше шумов но за счет шумов у нас появляется и большая детализация на пиксели видите у нас все шумы убраны и собственно деталей тоже поменьше поэтому данном случае я голосую за iphone еще несколько портретиков опять же против яркого света смотрим обе фотографии видите немножечко искаженным лицом потому что фотки у нас на основную широкоугольную камеру она немножко искажает лица на пиксель кстати поменьше исказил iphone побольше если говорить про детали смотрим на волосы наверное вообще на пиксель немножечко компьютерное лицо немножечко на айфоне тоже конечно него но честно говоря он давайте посмотрим на джинсы на смотрите вот на айфоне на джинсы видна фактура она пиксели съедено так что детали больше на айфоне это вообще очень интересная фотография на пиксели опять все очень темно iphone тут хотя бы вытягивает на уровне освещения здесь один интересный момент что эта фотография вообще лучше всего сделал 13 iphone а вот посмотрите как прикольно все вытянул 13 iphone посмотрите какое небо прикольное цветное сзади ничего не засвечено все хорошо у нас более правильного цвета кофты и джинсы как раз таки это вот такой нежно-розовый на 14 айфоне почему-то у нас все очень серая стала на пиксели вообще странного цвета если кстати говорить про детализацию тот как раз кин на 13 айфоне лицо немножечко видите провалилась не хватает теней поэтому она такое стало блинная а на айфоне неплохо на самом деле и мне на айфоне больше нравится лицо чем на пиксели я бы так сказал тут оба не очень хорошо справились но iphone мне честно говоря поближе вот еще одна фотография опять же пиксель делает темную фотографию мне не очень нравится это кстати фотография сделана в портретном режиме с небольшим двукратным увеличением и за счет этого увеличения у нас начинают немножко пропадать детали именно поэтому лицо на айфоне более детализировано это видно по коже чем на пиксели то есть еще раз давайте если вы не очень понимаете на пиксели можно делать просто фотографии в обычном режиме без размытия а когда мы делаем фотографию с размытием заднего фона в портретном режиме то тогда происходит небольшое увеличение делается для того чтобы немножко поправить геометрию лица и делать фотку грубо говоря не на ширик но при этом у нас немножко уменьшается количество деталей и какой-то момент останутся критично вот например здесь уже заметно что не очень хорошо выглядит кожа по сравнению с айфоном ресницы немножко съедена ну и так далее в целом это были портретики ну что можете сказать друзья в какие-то моменты пиксель хорошо в какие-то моменты не очень мне кажется что iphone более универсален все-таки с учетом того что можно делать фотографии с размытием заднего фона на основную камеру а пиксель всегда размыть и делает с увеличением и в итоге получают фотографии уже с уменьшенным количеством деталей при этом конечно же пиксель делает тоже хорошие фотографии ну вот интересно узнать у вас друзья что вы думаете вообще знаете можно сделать отдельное видео про портреты и взять самые топовые samsung пиксель например айфон и может быть там viva или там huawei какой-нибудь или еще что-то напишите пожалуйста комментариях если нужно сделать видео отдельно про портреты давайте посмотрим на ночные фотографии фотографиях сделано кстати с трехкратным увеличением на айфоне четырехкратным на пиксель и смотрите как интересно у нас выглядит вот эта люстра внутри однако если посмотреть на детали здания не честно говоря кажется что детали чуть побольше на айфоне кажется возможно и нет очень близко на самом деле и мало ориентиров еще одна фотография основная камера опять на пиксели приглушенные цвета на айфоне чуть более светлые и жизнерадостные поэтому листва на айфоне такая более зеленая на пиксели более такая тускловато и немножко засветами наверно лучше справился немножко пиксель потому что шарики вот эти более конкретные а на айфоне не таки немножко размазанные если говорить про детали на этой картинке то наверное чуть побольше на пиксели судят по этой траве и судя по дереву чуть больше на пиксели еще одна фотография на пиксели так все стало чуть чуть более конкретным да на айфоне есть такая небольшая светлая дымка а на пиксели этого нет обратить внимание поэтому здесь такая надпись прикольная а на айфоне она чуть менее прикольный обсказал так при этом здесь в пиксель начал уже уходить в какую-то синеву и как будто бы ему стало не хватать детали а на айфоне все темное и это хорошо но она пиксель вообще более контрастная картинка посмотрите на вот это отражение да у нас более яркие цвета но вот взглянем вот сюда и здесь как раз таки наверное детали чуть побольше на пиксели все ночные фотографии делаются в ночном режиме это кстати сверхшироковольная камера и опять же больше конкретики на пиксели меньше засветов но при этом на самом деле детали это поменьше смотрите какие детали у нас здесь на айфоне а на пиксели у нас здесь темноте уже все практически съедена вот если посмотреть на эту лестницу да безусловно айфоне очень много шумов на пикселей гораздо меньше но и детали на айфоне больше вот например стоит посмотреть сюда видите здесь какие-то отражения надписей а вот здесь на пиксели этого уже всего нету также можно посмотреть вот здесь на плитку тоже стыке плиток съеденная на айфоне они есть еще одна такая хорошая яркая фотография очень красивая пиксель чуть более опять же контрастный но на пиксели то ли что-то дернулась то ли еще что-то нас немножко пропала детализация видите она съедена на айфоне она чуть более четко еще одна фотография тоже очень интересная это кстати сев кабель порт в санкт-петербурге будет возможность взять на заглядывайте сюда вот эти все яркие фотография не отсюда он работает 24 часа в сутки можно вот так вот ночью приехать видите я приехал ночью в один час 44 минуты шел дождь а я специально для вас сделал фотографии потому что я знал что вам хочется посмотреть кто же круче iphone или пиксель наверное на iphone чуть больше деталей вот если судить по этой стене то здесь вот как будто бы больше шероховатость видно она пиксель она немножечко съедена сложно увидеть какую-то разницу но мне кажется что да на iphone точно получше вот здесь эти деревяшки лучше выглядит чем на пиксели и вот если на землю посмотреть на земле больше песчинок чем на пиксель так смотрим на сверхширокоугольную камеру кстати на пикселе неба какой-то слишком засвечено оно таким не должны быть более правильное небо на айфоне и давайте посмотрим на детали мне кажется что деталей тоже на iphone и больше да точно помните говорили стать что на iphone и шерик не очень так вот на iphone и шерик то неплохо на самом деле вот здесь видите досочки вот здесь все стыки уже съеден а на пиксели а на iphone и вот видно каждая досочка но его здесь смотрите сколько много песчинок на Айфоне, а на пикселе все съедено Смотрим на фотографию с увеличением А вот тут уже пиксель прям очень хорошо Четырехкратное увеличение Вот как круто работает На айфоне очень слабо, оно работает В данном случае уж точно Еще одна фотография Я, кстати, очень старался Видите, делал фотографии с отражением лужи Но представляете, я дав 55 Ползал по лужам И делал для вас классные фотографии Мы старался, ребят, старался Но на айфоне опять побольше деталей Смотрим вот эти доски Посмотрите, они видны А на пикселе все съедено Ну, короче, что мы имеем? Мы имеем то, что iPhone делает более детализированные фотографии. Уверен, что все пикселеводы немножко расстраиваются сейчас. И я, в принципе, как человек такой про-андроидный, тоже немножко расстраиваюсь, когда проигрывают пиксели и Samsung. Но ничего не могу поделать. Посмотрите, какие досочки здесь и какие они на iPhone. Да, iPhone уже не в первый раз показывает большую и лучшую детализацию. Так, это у нас трехкратное увеличение и четырехкратное увеличение. Давайте смотреть. Ну, вот ночью телевичок точно работает лучше на пиксели. Основная камера дает больше деталей на iPhone, а четырехкратное увеличение лучше, чем трехкратное увеличение на пиксели ночью. Именно ночью, да, потому что днем у нас на портретиках были разные результаты. Еще одна очень сложная фотография. Я всегда на ней проверяю, насколько смартфоны могут одновременно фотографировать очень яркие объекты, при этом с ним справляться. Ну, вот я что вижу, друзья. Я вижу небольшие засветы вот здесь вот в отражениях, потому что отражение не должно уходить в белый цвет. А потому что оно, смотрите, когда уходит в белый цвет, у нас теряется фактура, и мы не видим волн и так далее. А на iPhone, посмотрите, видны и волны, и виден цвет. То есть здесь лучше с ярким объектом отработал iPhone. По детализации, кстати, очень близко, и я не могу сказать, что кто-то сделал здесь картинку, ну, лучше. Может быть, чуть-чуть пиксель. Вот еще одна темная интересная фотография. Конечно же, это ночной режим. Смотрим на детализацию. Ну, смотрите. Вот, смотрите. Ну, вот детализация на iPhone, и вот детализация на пикселе. Ну, все же видно, да? Посмотрите, на iPhone у нас очень много всех разных мелких деталей. На пикселе все съедено. Да. iPhone в этом году красавчик. Он победил и в ночном режиме Samsung, он побеждает в ночном режиме Pixel. Ничего не могу тут сказать. А вот телевичок, безусловно, лучше на Pixel. И, кстати, на Samsung тоже телевичок получше. Делает фотографии, по крайней мере, ночью. Вот, смотрите, какая она классная. Фотка на Pixel и слабенькая на iPhone. Соответственно, 10-кратное увеличение, еще больше разница. Pixel лучше, чем iPhone. Ну, еще одна фотография с 10-кратным увеличением. Видна разница, конечно же, невооруженным глазом. Она очень хорошая. Ждем, когда на iPhone появится тоже нормальное увеличение, чтобы делать такие дальние фотографии. В целом, по ночной съемке, мне кажется, мы с вами разобрались со всеми делами. Ширик лучше на iPhone, основная камера лучше на iPhone, а телевичок лучше на Pixel. Но главным, конечно, является фактором, как фотографирует основная камера. Теперь давайте смотреть на дневные фотографии. Чуть более такая темная получается контрастная фотка на Pixel. При этом, если на самом деле посмотреть на небо, то, посмотрите, небо более выраженное на iPhone. Прямо вот облака, смотрите, да, видны, перья и так далее. А на Pixel, как будто бы они немножко в таком тумане находятся. Хотя, если посмотреть на здание, то не сказать, что есть какая-то разница по деталям. Я бы сказал, что все на самом деле очень-очень близко. И крайне сложно понять, у кого деталей побольше. Ну, может быть, чуть побольше на Pixel. Это сверхширокугольная камера. Помните, у нас на iPhone ночью были фотографии лучше по деталям. А здесь нет. А здесь Pixel лучше. Смотрите, вот здесь видите вот эти полосочки здания. А на iPhone их нету. На Pixel остались. На iPhone съедены. Еще одна фотография. Теперь уже Pixel не такой темный, а темный у нас iPhone. Но при этом более контрастным. Смотрите, нет такой более голубой. А на Pixel она только более серая. В общем, Pixel днем задирает тени. И поэтому у нас фотография получает немножко по-другому выглядит. Я бы сказал, что листва на этой фотке более правильная на iPhone, нежели на Pixel. На Pixel она стала слишком светлой и немножко желтоватой. На iPhone чуть более правильные цвета. И я бы сказал, что по деталям, вот судя вот здесь, по этой части, мне тоже больше нравится iPhone, нежели Pixel. Делаем фотографию на сверхширик. Опять же, то же самое. Небо более голубое на iPhone и менее голубое на Pixel. Причем разница достаточно сильная. Посмотрите, при этом более темная сама картинка. Но что еще важно, на iPhone больше помещается информация в кадр. Посмотрите, более широкий угол. На Pixel у нас менее широкий. Если говорить про детали, ну вот мне кажется, что ну да точно. Вот здесь, посмотрите, у нас съедены уже листва. А на iPhone получше. Сложный сценарий. Фотография заката лучше получается на iPhone, кстати. Во-первых, она такая более позитивная. На Pixel опять все такое более серое. На iPhone небо более голубое, а на Pixel этого нет. И на iPhone желтый закат остается желтым. А на Pixel желтый стакан становится немножко таким блеклым, что ли. Из-за света, кстати, вот этой зоны на iPhone как будто бы чуть поменьше, чем на Pixel. Ну и вот цвета более позитивные на iPhone. Делаем трехкратное и четырехкратное увеличение. Вот тут как раз уже Pixel лучше справляется. Смотрите, как здорово здесь обработан закат. На iPhone засветы, на Pixel засветов нет. И в тенях Pixel начинает вытягивать. Поэтому у нас картинка получается более светлая. Но при этом здесь елочка уже начинает даже немножечко терять свои очертания. Хотя все равно детали на ней побольше. Но вот цвета опять же, видите, серый пиксель и более позитивный iPhone. Так, вот еще одна фотография. Опять же более серый пиксель и более позитивный iPhone. И вот здесь обратить внимание, на пиксели у нас засвет. Видите, в белый цвет у нас входит вот эта часть. А на iPhone такого нет. Все ровненько, желтенько. Это хорошо. Кого больше деталей? Сложно, честно говоря, так сказать. Наверное, их чуть больше на пиксели. Ну да, немножко. Та же самая фотография на сверхширик. Опять же, посмотрите, мы уже неоднократно с вами замечали небо. На iPhone получается более выразительное. А на пиксели оно такое более скромненькое и более такое туманное. На iPhone прямо наверху такие тучи. А на пиксели, ну типа тучки. Видите разницу? Вот тут как будто есть зоны, которые пиксель вообще не видит. И, соответственно, как будто бы более ярко отрабатывает HDR на iPhone по сравнению с пикселем. Смотрим опять вот на эту зону, на засветы. Здесь примерно одинаково. Но на пиксели деталей меньше. Посмотрите на... Ну вот сюда. Вот, посмотрите, видите, здесь уже деталей нету на песке. А на iPhone есть. Да, вот очень конкретно все заметно. И елочка тоже более размытая на пиксели. Представляете, с iPhone. Да, все-таки ширик на пиксели не лучший. Делаем еще одну фотографию. Опять же, посмотрите, более выраженное небо на iPhone. Менее выраженное оно на пиксели. И пиксель, кстати, ушел в какие-то немножко серые тона. iPhone, конечно же, ушел в немножко более теплые тона. Но мне вот картинка на iPhone чуть больше нравится в данном случае. Если говорить про детали, оба так себе. И, наверное, здесь больше деталей. Это же не надо. Наверное, все-таки на iPhone. Вот здесь, наверное, трава у нас видна. А на пиксели ее вообще как будто бы нету. Хотя спорно, на самом деле, где тут больше деталей. Оба не очень. Ну, в целом, друзья, что можно сказать? Ну, наверное, iPhone. Мне не хочется этого признавать. Еще расскажу, что я больше все-таки люблю Android смартфоны. Но в этом году iPhone прямо хорошо. Лучше, чем Galaxy S22 Ultra. На мой взгляд, лучше, чем и Pixel 6 Pro. Тоже, на мой взгляд. Ну, совсем скоро выходит седьмой пиксель. И там вот мы посмотрим. Хотя, как всегда, наверняка разницы особенно большой не будет. Но интересно. В общем, друзья, вот такое мое мнение. Если вам кажется, что я вам навязываю мнение про iPhone, напишите, пожалуйста, в какие моменты был лучше Pixel. Если я вдруг сказал что-то не так, обязательно об этом пишите. Собственно, я именно для этого записываю видео. Чтобы вы посмотрели, какой смартфон делает лучше фото и видео. И делали для себя правильные выводы. Это видео, это не борьба двух смартфонов. А это я вам показываю, как они фотографируют. Ну, и сам делаю, соответственно, какие-то свои выводы. Я делаю свои выводы, вы делаете свои выводы. Давайте в комментариях встретимся и обсудим, как эти смартфоны фотографируют. Ну, а на этом все. Большое спасибо за то, что посмотрели. Напомню, что оба смартфона можно приобрести по хорошим ценам моих друзей компания Cyphrus. Внизу оставляю ссылочку. Там и Samsung на Snapdragon есть, и Sony есть. В общем, много всего интересного. На этом все, друзья. Подписывайтесь на канал, если вам нравятся вот такие подробные разборы. У меня каждый день выходит новый ролик. Так что не пропустите ничего интересного. Все новинки и, конечно же, фотосравнение. На этом все. Берегите себя и своих близких. Всем счастливо и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok